ПЕСНЯ Приветствую вас, уважаемые телезрители! Приветствую вас, уважаемые телезрители! Это настоящая часть национальной культуры. Молодая белорусская нация имеет высокую культуру памяти. Быть иначе не могло. Три последние войны легли бременем на нашу землю и похоронили миллионы белорусов. Нам знакома скорбь утраты близких и родных, поэтому стремление хранить историю в памятниках – это наш призыв к миру. В то же время белорусский народ всегда уважительно, с любовью относился к народам, причастным к истории его Отечества. Поэтому в Тростенецком мемориале воплощается стремление к единству, миру и согласию. Всех, кто погиб в лагере смерти, белорусы приняли как своих. В своей памяти мы отдаем всем равную дань почтения, чужую боль принимая за свою. Так было и в страшное время, когда работали раскаленные печи-шашковки, когда ямы благовщины доверху наполнялись мучениками, еврейских детей спасали белорусские женщины, у которых свои дети умирали от голода. В этих же голодных семьях укрывались партизаны, оказывали сопротивление на местах белорусские старики и дети. Их порой сжигали целыми деревнями, так же, как и депортированных евреев уничтожали в концлагерях, увозили на работы в Германию. Донорами для немецких палачей были славянские детки. Эту территорию, где жили и живут восточные славяне, татары, евреи, поляки, белорусы, в составе огромного на тот момент советского народа, все они защищали до смерти. Мы все входим по земле, обильно политой их кровью. 29 июня этого года президенты Белоруссии, Германии и Австрии открыли здесь вторую очередь мемориального комплекса «Тростенец» в урочище Благовщина, в самом страшном месте бывшего лагеря, где, по официальным данным, были уничтожены более 150 тысяч человек. В этом месте белорусы услышали покаянные слова лидеров немецкого и австрийского народов, предки которых были причастны к злодеяниям. Мы впервые на таком уровне услышали благодарности за шаги к примирению и за прощение. Спустя 75 лет наш народ получил признание и уважение. С момента войны сменилось три поколения. Изменились границы государств и их внутренняя политика, умерли палачи и свидетели казней, притупились боль и стыд, появилась возможность без эмоций говорить и слышать нелицеприятные факты. Ведь любая война – это клубок убийств, предательств, доносов, подвигов, героизма, мученичества, противоречивых надежд и оправданий. И какое нужно мужество, чтобы принять историю такой, какая она есть. Но, погружаясь в историю, нужно помнить об истине, ибо у каждого человека своя правда, тем более она своя у народов, стоявших на противоположных огненных и огневых рубежах. Истина же в том, что концлагерь – это место убиения. Убиение тысяч, десятков, сотен тысяч неповинных людей разных национальностей и вер. Вера разная, а боль потери одинаковая. Истина в том, что расизм, фашизм и нацизм – это зло. В том, что мир важнее правоты. Жертвы сильнее палача. Жизнь человека дороже золота. Чем глубже рано, тем дольше память. И тем ценнее прощения. Эту истину хранит мемориальный комплекс «Тростенец». 124 гектара памяти, покаяния и примирения. 124 гектара внутренней силы белорусов и места присутствия Бога. Этот мемориал создавали белорусы при участии немецких городов, откуда привозили депортированных евреев. Бонн, Кёльн, Мюнхен, Берлин, Гамбург, Дюссельдорф спонсировало проект и правительство Германии. Вклад немецкой стороны составил 20% от общей суммы. Остальные средства были взяты на 95% из республиканского бюджета. И 5% собрано пожертвований от предприятий, общественных организаций и неравнодушных граждан Беларуси. Архитектурный проект всего мемориального комплекса разрабатывался на предприятии «Минск. Проект» руководила работами Анна Алексеевна Аксенова. Большой вклад в сохранение памяти о бузниках гетто и тростинца некогда сделал архитектор Леонид Левин и его историческая мастерская. Его личный проект был включен в общий. Левин обратил внимание не столько на мемориализацию и сакрализацию места упокоения, сколько на чувства депортированных евреев и людей, обреченных на смерть. Он сделал акцент на человеке и его горе и вовлек в резонанс современника. Его часть – это дорога смерти. Цепь символичных пространств от входа на территорию Благовщины до места с орвами. Стилизованные бетонные вагоны пусты и мрачны. В тишине окружающего ландшафта пронзительно слышатся шаги, и их повторяет эхо. Одна из живых ныне узниц концлагеря Азаричи с горечью вспоминает «Нас перевозили в товарных вагонах, немцы даже соломы не подстелили». Стилизованные бетонные вагоны Далее Белый Круг, площадь жизни, где должны будут стоять чемоданы. Нацисты обещали людям, что везут их в новое поселение и их ждет нормальная жизнь вдали от войны. Затем площадь парадокса. Она вымощена расколотым камнем красного цвета. Больно ступать даже через подошву обуви. Это та реальность, в которой оказывались обреченные. Надежд больше не было. Далее Черный Круг, площадь смерти. За ним замерзшее пространство памяти, геометрически ровные линии расстрельных рвов, засыпанных колотым серым щебнем. На каждом могильном льве лежат зеркально отшлифованные гранитные плиты надгробия. Они отражают небо, словно становятся окнами в историю или колодцами человеческого горя. Перед рвами аллея из бетонных столбов с фактурой дерева. Символ обугленных бревен. Издалека кажется, что они висят над землей. Они из прошлого. Но с другой стороны, это напоминание о нависающей над миром угрозе возрождения нацизма. Люди должны осознанно беречь хрупкий мир, чтобы угроза не стала явью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok